Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Юля Стар. Обсудим очередной видеоролик. Германия, украинские беженцы, работа, мини-джоп, сестра кормит на убой. Ой, сестра кормит на убой? Она и сама жрёт на убой. Можно подумать, сестра не жрёт. Колотит ложкой дольше, чем Юлька. Да ещё и боится себя показать. Слушайте, вот она вякает, визжит. Бывает, комментария нет, она там зачитывает. Так ехидна. А чё ж ты ехидная такая, а, боишься себя показать? Стыдно, да, что не вышло, да, лицом? Только других можешь там, да, ругать, да, вякать, специально поджучивая Юльку, чтобы та разошлась. Вот она на тебя и расходится в благодарность тебе. Ну что, у Юльки нынче на столе каравай. Правда, я это караваем не могу назвать, потому что это точно не каравай. Короче, обычная булка, круглая булка. Чё-то она там испекла, может, и не испекла, может быть, и купила. Ну, в принципе, я не знаю, продают ли в Германии такие пироги. И у нас вполне можно купить. Ну и, значит, что у неё? Гороховый суп, говорит, превратился в кашу. Салат из помидоров. Дальше салат из говяжьей печени. Ну и полкоровая ей Лариса там откромсала. Ну и сидит, значит, Юлёк. Лариса толкает в рот салат в прикуску с этим гороховым супом. Там за кадром ложкой барабанит Лариса. Тоже такие же порции толкая себе в рот, если не больше. И рассуждают они, рассуждают о парикмахерах. А я смотрю на эту Юльку. Ребят, а чёлка-то кривая. Я прекрасно понимаю, что никакой парикмахерской не было. Ничего там ей никто не делал. Никуда она не ходила. Её Ларка обкромсала, и всё. В какие-то определённые дни там они договариваются, и она её подстригает. Ну в жизни я не поверю, чтобы парикмахер настолько криво обрезала чёлку. Ну тут как ни крути. Да ещё, понимаете, всё дальше и дальше по бокам всё время состригается. Ну неужели такие руки, крюки у парикмахеров? Нет, я понимаю, может быть, модельные стрижки не такие в Германии, как в других странах, скажем так, СНГ. Ну может быть и в европейских есть мастера получше. Но я всё время слышу то, что в Германии ужасно стригут. Девочки, кто в Германии? Напишите, неужели там так ужасно стригут. И вот ни за что я не могу вот просто поверить, чтобы просто чёлку не могли уже в Германии нормально отрезать. Она уже где только не была. У каких только она мастеров не была. И постоянно у неё всё лишь бы как. А это говорит о том, что кто подстригал? Сестрица! Да, которая кормит на убой и сама жрёт на убой. Дальше, говорит, практически все парикмахеры турки. И, значит, они хорошо стригут. У них типа очереди. И если бы они плохо стригли, к ним бы никто не ходил. Но в комментариях у Юльки я прочитала, что турки стригут в основном мужчин. И женские модельные стрижки делать они не умеют. Не могу сказать, что это правда. Если что, подтвердите. Ну, а вообще, ребят, я заглянула в комментарии к Юльке. Ну, на момент, когда я записывала обзор, было 44 комментарии. И из них где-то около 40 комментариев – это просто одни сплошные хвалебные оды. Меня от этих медовых слов чуть не вырвало. Мало того, что я жрульку-то смотрю и едва сдерживаюсь, уже на двойку ставлю. Пусть она там и хрюкает, и брюкает, и что угодно в ускоренном режиме. Но только бы быстрее её посмотреть. Потому что, ну, вот невозможно. Она ест вот реально как свинья, ещё подхрюкивая, ну, вот один в один. А ещё она ляпнула, что она ёперная певица, оказывается. Поэтому у неё подсвильник и подрыльник, да, под бородой. В принципе, там бороды не видно, да. И из-за того, что она вот вяжет так, да, типа поёт, у неё колышется вот это сало, да, вместо шеи. Короче, я аж уржалась. Да, ёперная певица с кривой чёлкой и короткими бровями в виде запятых. Слушай, Юлька, ты раз уже говоришь, что ходила там, чуприну эту свою стригла, попросила бы, чтобы тебе уже и брови сделали красивые, нарисовали. Не, я понимаю, что ты будешь кричать, что ты и так красивая. Всё, ты красиво сама умеешь. И самое главное, это всё дело в тональнике. Джордани Голд. И вот этой вот губочкой или чем, ты даже не знаешь, как спонж называется, да. Ну, спонж, да, что это спонж. Что вот так вот по лицу надо похлопать, и всё, и ты красавица. Верни, крысавица, простите. Но брови у тебя, Юляха, никудышние. А тому, кто тебе подстриг чёлку, нельзя даже и близко ножницы брать в руки. Ну, это касается твоей сестрицы, которая кормит тебя на убой. Ой, а дальше Юлька спрашивает. Или готовим мы уже меню к Новому году? Ну, а потом сказала, что, ну, как бы сейчас ничего уже и не хочется, да. Или это Лорка сказала. Там уже не разберёшь, кто из них говорит. Одна с набитым ртом, вторая барабаня ложкой по тарелке. Ну, значит, ничего уже не хочется. Раньше колбаски достанешь. Ну, это уж Юлька говорит. Якобы где-то там достанешь горошек, типа, для оливье. Ну, да, действительно, раньше что-то вот такое вот купить. Это была, ну, проблема, насколько я помню, из детства. Но у этих, понимаете, праздник ассоциируется со жрачкой. А сейчас они понимают, что сейчас полным-полно всего. И что в любой момент можно сделать ту же селёдку под шубой, оливье, да любой салат. Можно рыбу запечь, можно курицу запечь, потушить или утку, или красную рыбу, да, на бутерброд, как Юлька. И поэтому для них Новый год это уже, знаете, такое себе. У них каждый день Новый год. Они жрут, слушайте, как в последний раз. Поэтому какой Новый год, если для меня Новый год это как-то вот семейный праздник, когда собираемся с семьёй, да. Жаль, конечно, что моих родителей нет рядом. И это, конечно же, очень тяжело. Это большая боль. Но у меня есть дети. Мы собираемся всегда вместе. Встречаем Новый год. Болтаем, веселимся на разные темы. И вот, вот в чём смысл праздников. Вот в чём счастье. А у этих, понимаете, меню, жрачка и больше абсолютно ничего. Тычет в экран эти тарелки, от которых просто блевать хочется. Честное слово. Смотрите, какой суп. Посмотрите, сколько бекона. Вот какой салат. Фу, Юлька, убери. От тебя сбегут скоро все зрители, если ты вот так вот будешь продолжать делать. Ну, а дальше Лорка подсказывает Юльке. Ты рассказывала там про сиделку? Типа про мини-джоп, вернее. Так, говорит, да, рассказывала про маляров. И, типа, говорит, нет, говорит не про это. Про сиделку, где женщина-немка ищет своей маме сиделку. Ну, женщина, типа, себя обслуживает, но ей нужна, типа, компаньонка. Это где-то опять уже вычитали, наверное, Facebook или Telegram. И решили опять выдать какие-нибудь новости, но не свои. Я уже отвечала у себя в комментариях, да, когда они что-то рассказывают, что знакомая, знакомая. Ну, все эти знакомые ребята из ТикТока, они же не вылазят с ТикТока. Они сидят в ТикТоке, в Телеграме. Все вот эти вот истории, которые они рассказывают про своих знакомых, это как раз-таки из ТикТока и Телеграма. Да, поверьте, там никаких знакомых у них нет. Никто к ним в гости не приходит. Я вот более чем уверена. Они все время сами себе. Поэтому обе такие злющие и вечно голодные. По поводу сиделки. Работа такая – это достаточно неплохая работа, особенно компаньонкой, когда не нужно нигде убирать, обслуживать, а просто находиться рядом, разговаривать, книгу читать, контролировать прием таблеток, да позавтракать или пообедать с человеком, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Но вам, девчат, такая работа не светит. Там действительно нужен немецкий, грамматический немецкий. Человек пожилой и неграмотный немецкий там не нужен. А Юлька сказала, которые вакансии мне не нужны, я вам буду рассказывать, да, из группы объявления. А то сейчас опять скажут, знакомая там рассказала. У них везде знакомые. Что-то у них, знаете, если так вот послушать их, что у них столько знакомых в этом городе. Все такие знакомые, такие знакомые, что прям, знаете, вот когда живешь в городе много лет достаточно в своем, да, где родился, и то столько знакомых нет, сколько у Юльки с Лоркой знакомых в чужой стране и в чужом городе. И все-то знакомые, и на пьянке-гулянке ездят со знакомыми, прям там кругом. И на моря-океаны там знакомые приглашают. Слушайте, таких сказочниц еще поискать надо. Дальше Юлька обсудила девушку, которая работает и из тележки товары выкладывает, и говорит, что она работает как-то так вот слабенько, без инициативы. Юлек, я бы вот посмотрела, как бы ты инициативно работала, шустренько. Я бы поглядела бы. Ты бы там шаг сделала, потом три часа стояла бы, пыхтела. Слушайте, нашлась умница. А дальше Юлька сказала, если у вас будут какие-то вакансии, пишите мне. Да, пишите что-нибудь умное. Кому вакансии? Кому, Юлька? Тебе, да даже если у кого-то и знакомства какие-то есть, но тебя точно никто не посоветует. С тебя работница как с говна пуля. Ой, дальше Юлька говорит, что раньше она не любила горох. Да, они с Ларисой не любили. Но с возрастом пристрастия меняются. Ну, конечно, Юленька. И еще кишка расширяется, становится больше, растягивается и туда побольше вмещается. И тогда уже вкусовые предпочтения уже абсолютно ни к чему. Тогда уже просто эта кишка подсасывает, подсасывает, да. И уже не важно, что туда кидать. Гороховый суп, помидоры или салат, или просто хлеб толкать. Уже просто становится не важно. Лишь бы набить. Дальше Юлька говорит, что думаю еще помыться. Но, говорит, не знаю. Может быть, говорит, завтра. А, лорка, говорит за кадром. Люди думают, что ты хрюша, и ты не моешься. Они не понимают, что мыться это голову помыть. Не поняла. А тело с головой не моется? Или так получается, что у них голова там через день или каждый день моется, а тело нет? Я не поняла чего-то. Голову, получается, голову, голову, ну, не важно. Они, получается, моют, что ли, через день, каждый день, а тело только по выходным. Чего ты как-то ты мутишь, лорка? Мы прекрасно видим, слышим, как Юлька приходит, кричит, вся мокрая. Я вся переоделась, всю одежду бросила. На дверь бросила. Не в машинку стиральную, а на дверь, да. И насунула на себя сухую, да, уже подсохшую, которую подсушила в прошлый раз. Кому вы втираете? Чистюли, блин! Ну и сидит, наяривает и выпрашивает лайки. Знаешь, Юлька, лайки ставят тем блогерам, которые интересны. Которые предоставляют зрителю интересный материал, интересный контент. А такие прожоры, как ты, не заслуживают ни лайков, ни подписки. Ты сама на себя подписывайся, жри, разговаривай с экраном до телефона. Ну, это тебе, может, будет полезно, потому что уж одиночество, это, конечно же, страшно. Да ещё в такие годы. Но это не повод его зажирать. Хотя, насколько я понимаю, ты с детства зажираешь одиночество. Суп навернула, салат один навернула. Половину этой булки тоже навернула. А вот помидоры, что более полезное, уже не влезли. Да, я только не понимаю, нафига они столько помидоров покупают? У них постоянно полный холодильник помидоров. И я никогда толком не видела, чтобы они их ели. Ну, и так ржала, так ржала, что аж и скашлялась бедная. Это потому что ненатурально смеётся наша Юлька. Именно ржёт, да, через силу душит из себя смех. Ну, да смеётся, да. Она думает, что и смех её нам назло, и прожорство её нам назло. Нам-то что, в который раз говорю. Нам абсолютно всё равно. А им потом будет просто не до смеха. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok